Солнечный летний день, отдых на берегу Мещерского пруда с друзьями по хоккейной команде и, казалось, ничто не предвещало беды. Пока внимание хоккеистов не привлек лежащий бессознание в воде мужчина. Искупаться он решил в состоянии алкогольного опьянения. Общими усилиями ребята дотащили его до берега. Мы начали его спасать, он был уже не... ну... Бессознание было. Бессознание, да. Мы почти дотащили его до берега, потом нам помогли другие мужчины, кинули матрас на дубную, помогли его дотащить. Потом пришла помощь спасателей. Откачали его, надели кислородную маску и минут через пять он уже пришел в сознание. На берегу помогли взрослые и быстро подоспевшие спасатели. Пострадавший пришел в сознание и был госпитализирован. Сами ребята говорят, что действовали на автомате. Несомненно, помогла спортивная подготовка и начальные навыки оказания первой медицинской помощи. Мы занимаемся уже 12 лет почти все. Нас погоня Алексея Владимирович постоянно держит в физической подготовке. Поэтому мы всегда будем готовы кого-нибудь спасти или, допустим, ну, как произошло, вытащить из воды. Тренировки проходят шесть раз в неделю, один день в выходной. По две тренировки в день бывает. Спасать человека нам не учили. Нам просто говорили в школе, ну, бы же, тренера подсказывали как-то, что делать. Счет в этот раз шел на выживание, и ребята в битве за жизнь утопающего действовали слаженно и четко. Без лишних эмоций и паники, как в родном хоккее. Хоккеистом вообще присущий дух коллективизма, ну, и, как бы, такие качества, которые позволяют любому человеку, будь то на поле, на хоккейном или в жизни, прийти на помощь. А чтобы таких случаев было меньше, необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности на воде. В частности, не купаться в нетрезвом виде. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...